Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» в преддверии праздника Вознесения Господня хочется предложить вашему вниманию некоторые размышления, посвященные этому важному для каждого верующего человека событию. О Вознесении Спасителя мы узнаем из повествования святого евангелиста Луки, из 24 главы, 50 стих. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки своих, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Именно этим стихом заканчивает святой евангелист Лука свое благословение. И он же начинает книгу «Деяния апостольских» с описания этого же события. Напомню вам текст, дорогие друзья. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, когда Он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своим». Он подчеркивает, что Господь являл Себя живым по страдании Своим. «Со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божьем». То есть сорок дней Спаситель был со Своими учениками на земле, и однократно им являлся и открывал им тайны Царствия Божия. Полностью содержание того, о чем Спаситель с ними говорил, мы не знаем. Это осталось тайной. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, «Не все ли время Господи восстанавливаешь Ты Царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его от вида их. Вот так подробно описывает святой евангелист Лука вот это событие. «Когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали им, мужик Галилейский, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. Вот так Священное Писание говорит нам об этом чудесном событии, об этой разлуке Спасителя со своими учениками, разлуке телесной. Но они, еще раз напомню вам текст Евангелия, что возвратились в Иерусалим с великой радостью. Казалось бы, дорогие друзья, ну как бы по человеческой естественной логике разлука с любимым, с любимым учителем, с любимым отцом всегда сопряжена с печалью, с грустью. А здесь они возвращаются с великой радостью. Почему? Хочется вашему вниманию размышления на эту тему предложить из проповеди выдающегося богослова XIX века, святителя Филарета, Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святитель Филарет пишет. Никто из живущих в теле не видел воскресения Христова, в то тайное мгновение ночи или глубокого утра, когда оно совершилось. Так было, может быть, по самому свойству этого действия, то есть воскресения, в котором и видимое Христово тело преобразовалось в духовное и прославленное и выступило за пределы видимого мира. Но при том так устроено было, вероятно, и потому, что еще не созрела вера для этого высокого созерцания, что именно созерцать это было невозможно. Ибо явление небесное и божественное для приготовленного к нему верою, чистотой, боголюбием, смирением есть свет просвещающий и животворящий, а для неприготовленного и неочищенного есть молния поражающая. Напротив того, обращает внимание святитель Филарет, вознесение Господнее многие собственными очами видели, как оно совершилось. Так было, конечно, потому, что теперь уже созрела вера многих для сего божественного созерцания. Так было, конечно, и для того, чтобы и немощным вере, каким в день воскресения Христова был Фома, дать подкрепление очевидным удостоверением. Святой евангелист Лука свидетельствует, что у Господа воскресшего, кажется, и возносящегося видели не одни одиннадцать апостолов, но и другие, и жебяху с ними. Если сам Господь, пишет святитель Филарет, благоволил, чтобы так доступно было его божественное зрелище, подвигнем и мы нашу мысль вслед за очевидцами, чтобы по возможности ближе истнее видеть то, что на небеса смотрелись таким же удивлением, что небеса смотрелись таким же удивлением, как и земля. Он пишет, святой евангелист Лука, Только духовными очами, очами веры, пожалуй, можно, дорогие друзья, представить это событие, как на сороковой день спаситель идет по древним улицам Иерусалима. Иерусалима в окружении учеников, продолжает с ними беседовать о тайнах Царствия Божия и выводит их из города в сторону Леонской горы. Воскресший Господь являлся ученикам своим не только в Иерусалиме, но и на пути в Эмаус, и в Галилее на горе, и на берегу Твериадского озера. Почему же, наконец, Он явился им не прямо на месте, где будет возноситься, а избрал Иерусалим и вывел из него? Нет сомнения, что всякое действие божественной мудрости исполнено глубокого знаменования. Это значит, и святитель Филарет здесь обращает внимание вот на что, почему Господь как бы выходит из Иерусалима со своими учениками прежде своего вознесения. Это значит, что благодать отступает от ветхого Иерусалима, который обетованного ему Христа, к своим пришедшего, которые его не приняли, пишет Иоанн Богослов, 1 глава 11 стих, излияную для спасения мира кровь его, сам на себя принял к своему осуждению, своим неверием и христоубийством, сам себе приготовил оставление и разрушение. Вот таким вот символическим образом объясняет святитель Филарет, почему Господь выводит своих учеников перед Вознесением из Иерусалима. Изведай же вон до Вифании и воздвиг руцы свои и благослови их, воздвиг руцы на небо и простер их на благословляемых в знамени, что преподает благословение небесное и пренебесное, и так обширное, как далеко досязают его руцы, в которых все концы земли. Псалом 94. Какими словами благословлял, задается вопросом святитель Филарет, этого не написал святой Лука, но веруем, что это был поток божественной благодати, жизни и силы, который не только исполнил предстоявшие сосуды, то есть апостолов, но простерся и простирается на всю церковь Христову до последнего истинного христианина пред вторым пришествием Христовым. Более нежели вероятно, что к всему благословению принадлежат переданные святым Матвеем слова Христова «Сео с вами есть во вся дни до скончания века». Евангелие от Матвея, 28 глава, 20 стих. То есть святитель Филарет поясняет, что словами благословляющими было, так сказать, вот такое преподание божественной благодати, укрепляющей апостолов и одновременно укрепляющих всех до последнего христианина, то есть благословение распространяется на всю Христову церковь. И вот эти слова «Я с вами во вся дни до скончания века». «И бы всегда благословляши их, отступи от них и возношашися на небо». Приметьте, что евангелист не говорил «Ягда благослови», то есть когда благословил, ну как бы закончил, но когда окончил благослови, но «Ягда благословляши», то есть еще продолжал благословлять. Возносясь, Спаситель продолжал благословлять святых апостолов и в их лице всю вот эту юную Христову церковь. Какой чудный образ действия. Господь благословляет и еще не оканчивает благословение, а продолжает благословлять и между тем возносится на небо. Что это значит? То, что он не хочет прекратить своего благословения, но продолжает без конца благословлять святую церковь и всех верующих в него. «Помыслим, братья», призывает святитель Филарет, «что если веруем и ныне, и над нами простерты рутся его, и взоры его, и благословения его, какая радость для любящих его, какой стыд и страх для тех, которые в суете мирской забывают его». То есть Господь благословляет нас и сейчас. Предел, от которого начинается Вознесение Господа, это гора Илеонская. То есть с этого момента начинается Вознесение. Почему она избрана для сего, а не иное место? Можно думать потому, что прежде она была у него избранным местом, которое осветил он многократным своим пребыванием и молитвой. Особенно потому, что здесь началось его спасительное для нас страдание, его душевные скорби, многотрудная молитва, «простершиеся до произлияния кровавого пота». Здесь святитель Филарет обращает внимание, что как раз на склонах Илеонской горы находится Гефсимания, где спаситель накануне добровольного отдания себя на страдание ради спасения человеческого рода молился до кровавого пота, произнося слова «Отче, если возможность доминует меня чаша сия, но не как я хочу, но так ты». Обратив место начавшихся страданий в место совершенного прославления, он через это ознаменовал то, что его страдания и прославления составляют один стройный состав спасительного для нас домостроительства Божия. «Святая золотая цепь, выработанная в горниле премудрости Божией. Христианин», – обращается далее святитель Филарет ко всем, кто будет слушать, кто будет читать эту проповедь, «если судьба приведет и тебя во время ночи темных и смутных обстоятельств, на место скорби и туги, старайся усмотреть здесь некий след пути Христова. «Если он безвинный за наши грехи соизволил перенести скорбь и тугу смертную, ты ли не покоришься понести без сравнения меньшую скорбь, без сомнения за некие вины твои перед Богом, хотя, может быть, и без вина перед человеком?» И таким образом святитель Филарет далее как бы обращает внимание, что место скорби, место болезни, место какого-то страдания должно стать местом, где мы возносим свой взор на подвигоположника, который все претерпел до конца, был послушен Отцу Своему Небесному до смерти и смерти крестной. И далее продолжает святитель Филарет. «А где предел, до которого простирается Вознесение Господа?» То есть началось оно на горе Иллионской, а где предел, докуда простирается? «Если возможен для слова человеческого некоторый на это ответ, то его можно найти всем изречений апостола. «Шедый, то есть и вашедый превыше всех небес, да исполнит всяческое» послание святого апостола Павла к Ефесиям 4 глава 10 стих. И присоединим к нему слова святого евангелиста Марка. «Вознесшийся Господь седи одесную Бога». Причем слушающий не должен представлять у меня ничего телесного и чувственного. И далее святитель Филарета обращает внимание, что не в чувственном-то каком-то географическом, пространственном смысле мы должны понимать слова «сел одесную Бога», а единственное в духовном. «Слыша, что Христос сидит одесную Бога Отца, помышляя, что Он имеет, Он имеет единую с Отцом вседержительную власть, единую с Ним славу, единое царственное помышление о всем мире и особенно о церкви спасаемых. Вообще не устремляй дерзновенного полета испытующей мысли в эту безмерную высоту, потому что там свет неприступный». Первое послание к Тимофею, апостол Павла, 6 глава, 16 стих. «Неожиданным покажется, может быть, засвидетельствованный евангелистом действие вознесения Господа на апостолов, возвратившийся в Иерусалим с радостью великою». Здесь святитель Филарет, митрополит Московский, хочет пояснить для нас, почему апостолы, расставшись со своим возлюбленным учителем, вернулись в Иерусалим с великой радостью. Можно бы подумать, что они будут очень опечалены разлучением со своим божественным учителем и спасителем, но они радуются. Почему? Радуются потому, что теперь совершенная вера их, отверст ум их к разумению тайн Христовых. Они веруют и знают, что Христос, как воскресением своим сокрушил двери ада, открыл верующим исход из него, так и вознесением своим, отверзая двери неба, открывает верующим вход в него. Радуются потому, что совершенна их любовь. Сладостно для них то, что возлюбленный и спаситель восходит на небо в блаженство и славу. «Хотя сами они остаются на земле для подвигов и страданий». Ну, здесь как бы понятная даже логика любого из нас, когда любимый для нас человек возвращается, например, домой, то, естественно, радость. Радость за любимого. А здесь вы не сравнены большей радость, не сравнены большей радость, потому что апостолы вспоминают слова Спасителя, сказанные еще на Тайной вечере, что «я сказал, что я уйду от вас, печалью исполнит сердца вашей, но лучше для вас, чтобы я пошел, потому что если я не пойду, Дух Святой не сойдет, а если я пойду, то пошлю его к вам». Радуются потому, что совершенно их надежда, они чают и предчувствуют, что вознесшийся Господь по обещанию своему вскоре посет им иного утешителя, Духа Святого. И, наконец, по предвестию ангельскому, «Сей Иисус, вознесся на небо, також не приидет, придет для того, чтобы исполнить свое другое обещание, паки приду и возьму вы к себе». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 3 стих. «О блаженные прежде небесного блаженства!» восклицает святитель Филарет, обращая свой мысленный взор на апостолов. «Но если, братья Воззеленные, и нам подобное блаженство, доведаем, что в нем не отказано и нам». То есть в этом блаженстве, в этой радости и нам не отказано. «Послушайте, что говорит святой апостол Петр вообще о верующих во Христа и любящих Его. Его же не видевшие любите, но не гоже ныне зрящие верующие же радуйтесь радостью неизглаголанную и прославленную». Первое послание апостола Петра, 1 глава, 8 стих. «И так храните живую веру во Христа, возгревайте в себе к Нему любовь, утверждайтесь надеждой на Него, и вы по мере ревности всем подвиге еще на земле будете радоваться радостью неизглаголанную и прославленную». «Наконец, не оставим без внимания, но примем к нашему наставлению и к подражанию то, каким образом апостолы сохраняли и питали это благодатное чувство, дарованное им по Вознесении Господа». Это, пожалуй, самое очень важное, такое практическое завершение этой мудрой проповеди святителя Филарета, которая имеет отношение к каждому из нас, дорогие друзья. Как сохраняли вот это благодатное чувство радости святые апостолы? Вот вернемся еще раз к тексту. «Они поклонились Ему, возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Постоянно пребывали в храме, в молитве и в богообщении. «Они, бяхувынув церкви, хвалящие и благословящие Господа, наследники неба, для чего так много скитаемся на земле нашими помыслами и желаниями? Да собираем их, наши помыслы и желания, в преддверии неба. Да будем вынув церкви, неразлучными соединенными с ней верою, прилежным общением в ее молитвах и таинствах, деятельным послушанием ее уставу и мучению. Это и есть путь наш к небу, и нет другого пути». Вот такое глубокое, мудрое размышление святителя Филарета, посвященное празднику Вознесения Господня. Еще раз всех вас праздником, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Субтитры создавал DimaTorzok